Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о заговорах, таких, знаете, вот, о заговорах, которых за границу устраивает в нашей стране английский след в истории нашей России, в истории XIX века, из английский след в убийстве нашего императора, первого лица, Павла Петровича, Павла I, да? Вот. Вот так вот, да? Значит, у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского государственного гуманитарного университета Александр Анатольевич Орлов. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Анатольевич! Ну, значит, я вот всем рассказываю о том, что англичане убили Павла Петровича, потому что именно они были заинтересованы в том, чтобы рухнула перспектива установления союза между Россией и Францией, Россией антибританского, да? Я говорю, как много потеряло человечество из-за того, что Британская империя ещё коптила свет полтора века после этого, если бы она лишилась своей жемчужины Индии, то Европа бы объединилась раньше, не было бы мировых войн двух, они ведь в Европе возникли. А почему? Потому что британский Лёва всё вот уравновешивает на весах вот этих вот европейских... Проект Британия, проект Морями, официальный гимн британского. Да, проект Британия Морями, да. А тут-то она вот уравновешивает вот интересы Франции и Германии, вы знаете, бац, Первый мир, а до этого ещё была франко-прусская, всё, это вот где-то расшатались весы. А так не было бы Британии, не было бы войн, чё нам с немцами ссориться, им шнапс, нам картошка и всё. Борис Сергеевич, вы подняли крайне интересную тему, тем более, что сейчас мы по телевидению видим нашему российскому массу передач, которые рассказывают о разных событиях русской истории, о гибели русских правителей, начиная с Ивана Васильевича Грозного, и везде оказываются замешаны коварные англичане. Почему же не коварные французы, да? Почему не коварные немцы, не коварные итальянцы? А я вам объясню, почему. Потому что именно Британия была заинтересована в неком таком вот системе сдержек и противовесок в Европе. Ни коварные итальянцы, которые были разбиты на отдельные государства, ни немцы, никто другие в этом были не заинтересованы, ни австрийцы, которые была своя Австро-Венгерской империи, и они там внутренними своими делами занимались. Ну это правильно, да. А этим надо было, чтобы держалась Европа, не объединила, чтобы она против них. Равновесие сил. Разделяем властвую, да. Но в то же время здесь мы попадаем в просаг с вами, Борис Сергеевич, потому что еще одним важным моментом для Британии была торговля. А торговать в воюющей Европе невозможно. Поэтому надо как-то было все-таки на весах взвешивать. А вот 30 километров там вот этот самый вот тут вот пролив, а если это объединенная Европа на нее набросится? А если всерьез объединенная Европа континентальную блокаду ведет, как при Наполеоне против... Она была объединена, продержалась с 1806 до 1813 года. Недостаточно была объединена Европа, да. Уж куда-то недостаточнее, когда от Испании, от Кадикса до Архангельска... Она воевала. ...вся была Европа в состоянии континентальной блокады. Но в Европе уже настолько нужны были английские механизмы, настолько было нужно английское сукно. И колониальные товары, которые поставляла Англия, что это было себе дороже. Но мы сравним с человеком, который сидит на суку, и сук ему не нравится, вот этот страшно, и он начинает его пилить, этот сук. И вот здорово упал с этого сука. Связи с Англией были крайне выгодны для России, я вам скажу. Еще при Иване Грозном англичанин Ричард Ченслер открыл дорогу, они приплыли в Архангельск, и царь Иван Васильевич даровал беспошлинную торговлю англичанам по всей своей территории, своего государства. Ну, собственно, это был единственный, по-моему, источник для Ивана Васильевича получения вот европейских товаров... Это было крайне необходимо. ...таких очень важных, типа пороха там, да? Это было крайне необходимо, поскольку государство расширялось, и во времена Павла Петровича связи с Россией были крайне выгодны. Связи России с Англией были крайне выгодны. Но для кого они были выгодны? Ведь они не могут быть выгодны для каждого человека, да? Они были крайне выгодны для дворянства северо-западной кубернии России. Особенно при Балтийской кубернии, которые напрямую торговали с Англией по Балтийскому морю. Вся торговля России велась на английских кораблях. Только англичане перевозили русские товары экспортные дальше в Европу. И только с помощью англичан Россия могла торговать с той же самой Германией и с той же самой Францией. Потому что русский торговый флот был крайне неразвит. У России было мало выходов к морю. И русский торговый флот это прибалтийские губернии, Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, которые давно уже торговали по этому морю. И финские провинции. Но Финляндия только в 1809 году к России была присоединена. Ну еще забавьте поморов архангельских. Ну это далеко. И кстати говоря, при Иван Васильевича-то наше сношение торговое происходило через Архангельск. Архангельск, да, да, да. С англичанами. Но по морам далеко торговать с Англией. И поэтому здесь нужно было строить большие корабли, которые могли путешествовать. Англичане здесь, с одной стороны, помогли, когда свои корабли предоставляли. С другой стороны, возникает тяжелая проблема. Что мы теряем, так называемый, у экономистов, добавленную стоимость. Товар в порту, где его нагружают, да, особенно сырье, всегда стоит дешевле, чем товар, привезенный уже куда-то доставленный или обработанный товар. И вот англичане забирали вот эту вот добавленную стоимость. Ну вот поэтому с нами англичане и связались. Но с другой стороны, они получали все товары для своего флота из России. Пеньков, в частности. Это пенька, особенно важный товар пенька, из которого делали все веревки. Это лес, строительный лес, из которого делали. Это воск, это кожа, это шерсть, это щетина. Легче было получить его из России, чем где-то вот дополнительно. А шерсть, это у них овцы-то? Овцы, это тонкорунные, это овцы, которые для людей, да? А это же для того, чтобы грубые вот эти все материалы для кораблестроения. Поэтому связи Англии с Россией были крайне выгодные и для Англии, и для России. Зачем же пилить вот этот сок, на котором ты сидишь? Политика. Политика. Политика может поссорить всех, абсолютно всех. Вот сидят два человека, вместе выпивают в каком-то московском дворике, да? Они друзья, не разлей вода. Вася, ты меня уважаешь? Петя, о чем ты говоришь? Начали о политике, и возник мордобой после этого. Да можно о футболе начать тоже самое. Мы с вами на одной из передач говорили о том, что Павел Петрович задумал создание государства, духовно-рыцовского ордена. Вместо тех идеалов просвещения, которые взорвали Францию к этому времени. И вот он пытался это сделать с момента прихода своего власти, своего к власти в России. Но это государство не учитывало интересы дворянства северо-западной губернии, которые хотели больше времени посвящать производству, которые хотели больше времени своим поместьям посвящать экономической выгоде, а не отвлекаться только все время на службу государству. Император двинул свои войска в Европу, объясняя, что он будет бороться не ради себя, а бороться ради восстановления справедливости в Европе. Как он понимал справедливость? Неспровержение диких идей просвещения. Идей, которые сломали жизнь человека в Европе, которые погубили столько людей во Франции. Английский историк Дэвид Грир говорил о том, что во время террора, якобинского террора, головы во Франции падали, как куски шифера. Вы это что ли хотите, чтобы было в Европе? Когда убивают человека, это значит, что вообще ничего построить невозможно уже. И они же погубят сами себя. Павел решил двинуть свои войска в Европу для того, чтобы даровать Европе эту находку. Представляете? Он не только хотел в России это сделать, он хотел Европу вернуть в благословенные времена, когда там три сословия существовало, и все это Господь Бог освящал, чтобы мир и покой опять установился. Я думаю, что англичанам это было надо. Англичанам это было невыгодно. Они жили уже не так. Но в Европе, пускай эти вары будут установить порядок. У них был Беля правах, у них была неписанная конституция в Англии. В Англии-то Павел Петрович не придет. В Англии не придет. Русские не переплывут через море. Они союзниками. Англия к этому неодобрительно относилась, но русские должны помочь погубить Бонапарта. Вот что самое главное и самое важное. Европейский политик. Политика поссорила два этих государства. Политика поссорила Павла Петровича и Англию. Павел Петрович задумал разорвать отношения с Англией. Он выдворил из России английского посла Чарльза Уитворта, назвав его лживым министром. Почему это произошло? Во-первых, потому что Англия не так действенно помогала России в борьбе с Бонапартом. Но Англия не могла так действенно помогать, потому что у нее была крайне плохая и слабая сухопутная армия. После революции 17 века парламент все время ограничивал свою сухопутную армию, чтобы не возникло стремления у короля опять вернуть себе позиции в Англии. Но у Англии был морской флот, она могла этим содействовать. Павел требовал поддержки на суше. Он, видимо, полагал, что совместно пролитая кровь на полях сражения в Европе сплотит два государства, сплотит два народа, и вместе они потом даруют новый порядок в Европе. Когда он убедился в том, что Англия этого не хочет, у нее свои есть представления о том, что такое новый порядок, а это равновесие сил, о котором вы говорили, чтобы не было страны-диктатора какой-то в Европе. И когда еще англичане стали задерживать субсидии, они действительно обещали по 10 тысяч фунтов на каждого солдата. Это колоссальные деньги. Но это в год. Это колоссальные деньги были. Когда можно было неделю жить на шиллинг, можно было жить. Это сумасшедшие деньги были. Это 1,24 фунта. Но англичане поставляли деньги только в обмен на реально поставленное количество войск. А у русской армии была большая проблема, что рекруты, которые собирались, они имели такую нехорошую привычку дезертировать. И пока доходили войска до Европы, они на треть уменьшались, представляете? И англичане отказывались платить за бумажное количество солдат, а только за реально поставленное. Но плюс еще солдаты погибают во время сражения, и должны были срочно новые поступления приходить. Так они не только с Россией обращались, они так и с Пруссией обращались тоже, и с Австрией. Это же time is money, время, деньги. Сколько вы солдат поставили, столько мы денег поставили. Это честная купеческая сделка? Ну, конечно, представление англичан это была честная купеческая сделка. А представление Павла Петровича это были какие-то дурацкие заморочки, говоря с временным словом, и стремление избежать своих обязанностей. И вспыльчивый император, когда убедился в том, что вот такого союза, как он предполагал, не будет, приказал разорвать отношения с Англией, душевного союза, духовно-рыцарственного союза, приказал разорвать отношения с Англией, изгнать английского посла, как и австрийского посла графа Комбитцля из России. Но причем англичанин он еще и оскорбил, публично оскорбил, назвав его лживым министром за то, что англичане вот несвоевременно определенное количество субсидий поставляют или не поставляют. Да, Австрия тогда тоже была противницей Наполеона. На Австрию русские историки крайне обижены. Если вы будете читать какую-то книгу о наполеонских войнах, особенно о несчастном аустралийском сражении, там будет обязательно написано, что русские дрались как львы, а австрийцы позорно бежали. Но обвинять какую-то армию в том, что она позорно бежала, или еще что-то, это бессмысленно. Надо просто понять, почему это происходило. Многонациональная империя, контингенты совершенно разных народов, которые часто языка не понимали друг друга. Ну, представляете, итальянцы и румыны, например, да, вместе, или немцы и украинцы, немцы и поляки, которые в этой империи. Чехии, Словакии, венгры. Итальянцы. Австрийцам приходилось держать офицера связи в каждом подразделении, который переводил приказы на язык, на котором говорила эта часть. То есть, конечно, управляемость была гораздо хуже, чем русская армия, где все, приказы проходили быстро, но и тем более австрийцы на своей территории воевали. Им жалко было того, что вот это вот здесь все происходит, они понимали, что чем дольше это продлится, тем больше будет ослаблена их империя. Это понятно. А русские тут, пожалуйста, они готовы тут столетиями воевать. Ну, а какие же есть, все-таки у нас время-то ограничено, какие же есть доказательства-то заговора британского против Павла Петровича? Вот я вам скажу, Борис Сергеевич, что историческая проблема какая-то, да, становится неинтересной, если решается она до конца. Она является дискуссионной, важной, интересной, пока существуют разные точки зрения на эту проблему. Уитвард был в личной связи с Ольгой Александровной Жеребцовой. То есть они были любовниками. Ольга Александровна Жеребцова – это сестра князей Зубовых. Урожденная Зубова. Князя знаменитого Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины II. Князя Валериана Зубова, знаменитого русского полководца, взявшего Дербент и потерявшего в этом сражении ногу, который пропадает совершенно в истории, о нем неинтересно и непопулярно рассказывать сейчас. И князя Николая Зубова, который нанес первый удар табакеркой в висок императору Павлу Петровичу в ночь с 12 на 13 марта 1801 года. Она была их родной сестрой. Женщина крайне влюбчивая, крайне ветреная. Она была замужем с генералом Жеребцовым. Имела от него детей, но вместе они не жили. Вот еще это подчеркивает свободу, кстати, говорят, уже русского дворянства. Директорный брак сейчас так называется? Такой, знаете, свободный, если даже это можно назвать. Она не скрывала свои связи с Уитвардом. И она говорила заговорщикам о том, что он, как представитель Англии, одобряет это убийство. Заговорщики, это была виднейшая петербургская аристократия. То есть она говорила об этом? Она говорила об этом. Остались об этом мемуары. И она даже вроде бы передавала деньги, золотые деньги. От кого она передавала? От себя или от Уитварда? Или от британского правительства? Остается в истории невыясненным. Знаменитый писатель, русский писатель-эмигрант Марк Алданов, который написал несколько книг о конце 18-го, начале 19-го веков, писал о том, что это не является доказательством. Потому что деньги золотые в мире тогда были только английские. Везде английские генеи сделаны из генейского золота, которое в Африке добывали. Поэтому наличие у человека английской монеты золотой ничего не доказывает. Это просто было сохранение своих денег от инфляции. Вот ты берешь эту золотую монету, она в номинале своим не теряет, и ты постоянно с ней с этой монетой ходишь, и можно было расплачивать. Ну, вообще-то не единственная была их монета. Были еще эти самые лобанчики, это голландская монета. Ефимки, так называемая. Очень много в долг взяли у Голландии в конце 18-го века. Но вот само наличие английских денег ничего не доказывает на самом деле. Ефимки серебряные, это Ехимс Даллер. Ехимс Даллер, да-да-да. А эти лобанчики, у нас же их чеканили до... Ну, это примерно 4,5 рубля под царским деньгами. Мы сейчас говорим именно о больницких деньгах. Является доказательством? Не является доказательством. Мне удалось найти в архиве внешней политики Российской империи архивное дело о том, что вот Жеребцова, она после убийства Павла I срочно покинула Россию. Она посетила Берлин, какое-то время в Берлине находилась, вращаясь в высших кругах аристократии, и будучи принятой при Королевском дворе, и потом уехала в Англию. И вот мне удалось найти дело в архиве внешней политики Российской империи о том, что король Георг Третий, английский король, он приказывает не принимать Жеребцову ни под каким видом, чтобы она никогда не появилась при английском дворе. Это очень короткое дело, оно не расшифровывается. Дальше остается думать, почему это произошло. Жеребцова известна была своим болтливым языком. Она очень много о себе выдумывала, очень много рассказывала такого, чего не происходило на самом деле. Она, например, потом всем рассказывала, что она была любовницей наследника британской короны, принца регента Георга, будущего английского короля Георга IV, и имела от него сына, который был назван тоже Георгом или Егором в русской транскрипции, Егор Георгиевич Норт. Он дослужился в Российской империи до звания полного генерала. И в принципе он мог быть, значит, интендентом. Она выдавала его за сына английского короля. Ну, здесь, конечно, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Но это показывает, что свидетельством Жеребцовой верить можно с трудом. Или вообще лучше бы не верить. А чем это проверять? Ну, либо можно говорить о том, что Мавр сделал свое дело, и Мавр может уйти. По крайней мере, Британия была в этом заинтересована. Вот еще один интересный момент. Ей горячо нужно было сохранить в тылу у Наполеона противника. А иначе же Булонский лагерь, где Наполеон концентрирует свои войска, чтобы переправить... А что там 40 этих самых... Павел Сергеевич, вы знаете, что французы три раза пытались совершить экспедицию в Англию, и один раз удачно. В конце 18 века. В 1798 году была отправлена успешная экспедиция, и она высадилась в Ирландии. Они не хотели высаживаться в Англии, понимая, что там они такого не найдут, приемок себе благожелательного. Но ирландцы католики, во-первых, и во-вторых, ненавидят англичан. Успешная экспедиция была высажена, неделю продолжалось ее боевые действия, никто из ирландцев к ней не примкнул, она была быстро разбита английскими войсками. То есть вопрос, еще удалось бы это сделать Бонапарту. Ну, там командовал генерал, который не равня Бонапарту, Бонапарт бы сделал больше, я уверен, со своими талантами. Ну и силы все-таки не те были. До Ирландии он туда добрался, а тут-то вот оно, установить контроль над проливом, тогда ведь не было ни авиации, ни линкоров с их дальнобойными пушками. Очень бурный пролив, трудно было собраться всем вместе кораблям. И англичане флот канала постоянно там держали. То есть они могли не добраться даже до Британии. Вот так я снимаю это первое возражение. Но, тем не менее, в тылу лучше им было. Оно остается. К власти пришел новый император Александр I, и что вы думаете? Никакого союзного договора с Британией. Никакого. Восстановление отношений с Францией и такой же договор с Англией. Мирные отношения и с Францией, и с Великобританией. Министром иностранных дел становится престарелый Александр Романович Воронцов, брат посла в Англии Семен Романовича Воронцова, который советует императору Александру. Россия много потеряла в этих войнах второй коалиции, когда воевал Павел Петрович. Россия еще больше потеряла, когда Екатерина вела свои вот эти войны знаменитые. Успокойте страну, проводите внутренние реформы, проводите политику свободы рук, равноудаленность по отношению к Франции и по отношению к Великобритании. И император это делал до 1805 года. Никакого союза с Великобританией. Но в 1803 году опять начинается война в Европе, между Францией и Великобританией начинается война, и тут император Александр I предлагает Уильяму Питу-младшему, знаменитому британскому премьер-министру, свой план ведения войны. Это уже был не план Павла Петровича, это был план современный, европейский, основанный на реалиях 19 века. Император Александр I – выдающаяся фигура мировой истории. Он думал и мыслил, как человек эпохи просвещения. Вот здесь полная гибель его отца произошла. В том, что сын его не стал продолжать политику своего отца, он стал проводить совершенно новую политику. Это создание в Европе такой системы баланса сил, такого равновесия, при котором не будет одной лидирующей державы, при котором будет создан Международный кодекс права, его будут выполнять все великие державы. Великие державы будут контролировать Европу, и их будет четыре всего этих государства. Это Великобритания, Франция, Пруссия и Австрия. Если Франция захочет войти в состав этого сообщества, она должна отказаться от своих завоеваний, она должна покориться Европе и на равных войти в состав этой пентархии. Пяти равных государств. Тогда свободно будет развиваться вся Европа. Великобритания, Пруссия, Австрия, Россия. И вопрос о Франции стоит. Отбросьте свои крайности периода революции, начинайте вести себя как люди. А вопрос о личных правах человека крайне важен. Император Александр I этому большое внимание уделял. Вы знаете, что он разрабатывал проекты Конституции для Российской империи? Она должна была быть введена после успешного окончания Наполеонских войн. Разрабатывал ее Николай Николаевич Новосильцев, ближайший друг императора Александра. И называться она должна была уставная грамота Российской империи. С правами и гарантиями не только для аристократии, но и для дворянства, и для третьего сословия, для буржуазии. Он перехватывал оружие из рук Бонапарта. И здесь, конечно, Россия никак, Великобритания не подчинилась. Уильям Питт не пошел на этот план. Он был слишком глобальный. А Великобритания никогда не верит в глобальные планы. Скорее всего, план был такой утопический. Но чтобы разбить Бонапарта, вот этого главного соперника Англии, он пошел на то, чтобы создать союз с Россией. Россия самая великая была к этому времени, мощная в военном отношении. К сожалению, Пруссии и Австрии были разбиты уже много раз, поэтому они не могли здесь быть союзниками Великобритании. И предложил договариваться об этом, о Международном кодексе права. Ведь это же была Организация Объединенных Наций. Или Лига Наций. Ну, допустим, мы это в кавычках возьмем. Предложил договариваться об этом после разгрома Наполеона. Ну, и Организация Объединенных Наций, она хороша до тех пор, пока члены Совета Безопасности мощнее друг друга удерживают. Соглашаются действовать вместе. Соглашаются удержаться вместе. Смотрите, Александр Первый. Они вынуждены связаться, что они одинаково сильны. Александр Первый – это страж венской системы, который был осознан после поражения Наполеона. А Великобритания – еще один страж. Это два мощнейших форпоста на Крайнем Западе и Крайнем Востоке Европы. Они успокаивают, они пассифицируют все остальное европейское странство. А вот у нас две с половиной минуты осталось. Скажите, пожалуйста, а вот мы все-таки европейцами-то будем, мы россияне-то. Я уверен, что мы уже сейчас европейцами являемся. Ну, по месту жительства, по прописке-то. Если в Москву приедет какой-нибудь ансамбль, группа западная, ну, там, Битлз возрожденный, например, и ансамбль японских барабанщиков Ямато, вы на какой концерт поете? Борис Сергеевич. Ну, наверное, более прикольно все-таки Ямато. Я бы не пошел никогда на Ямато, я пошел бы на то, что впиталась с культурой, вот вам уже в меня, да? Рок-культура, западная рок-культура. Мы живем интересами Европы. Ведь, смотрите, ни фашизм, ни коммунизм, ни атеизм, ни либерализм, ни национализм не зародились в России. Здесь не было такой почвы, потому что не было ни возрождения, ни просвещения в России. Но все это крайне интересно русскому человеку. Он постепенно впитывает это в себя, перерабатывает, делает это своим. Фашизм, коммунизм, атеизм, национализм, либерализм получили здесь крайне благодатную почву. И мы переживаем все то, что переживает Западная Европа. Мы европейцы. Но архетипы русского сознания продолжают оставаться. То есть мы продолжаем болеть теми же болезнями, что и Европа. Да, да. Поэтому мы европейцы. В другой форме. В другой форме, может быть, более легкой форме, я скажу. По-моему, все-таки какое-то такое несколько, мягко говоря, настороженное отношение у Запада к русским, к русской политике, к русской культуре. Это мягко говоря. Конечно, конечно. А грубо говоря, так пренебрежительно отчужденное. Французы не любят немцев, немцы не любят французов, американцы не любят Европу, Европа не любит американцев. Это вы меня успокаиваете. Что-то у нас какое-то есть принципиальное какое-то с Европой, вот нестыковка какая-то. Наш самый сильный противник – это Европа. И чтобы с ней на равных конкурировать, мы должны быть как Европа, а не как Запад. Вспомним нашего с вами другого выдающегося императора Николая Первого. Его правление. Замечательное правление, к сожалению, закончившееся вот так вот печально для самого императора и для страны. По поражениям в Крымской войне. Все крепости первоклассные только на Западе. Первоклассные – это термин того времени. Вооруженные по штату первого класса. На восточной границе ни одной первоклассной крепости. Двухклассные, трехклассные крепости. Оттуда мы опасности не ждем. Они нам не соперники. Да, так оно было. Ну ладно. Погрустили мы о прошлом. Почему погрустили, Борисович? Огончилось. Ну так. Оно славное. Славное. Тревожное, печальное, очень тяжелое. Но это наше прошлое. И без прошлого… Какое есть, такое есть. Дальше мы двигаться не будем в будущее. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вот и публике нашей спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.